Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Современная жизнь требует от человека постоянной работы ума. Нужно знать свою профессию, разбираться в новой технике, быть внимательным и держать в памяти массу дел и заданий. В такой ситуации наш мозг оказывается перегружен. Между тем, чтобы постоянно быть на пике умственной формы, нужно заняться тренировкой интеллекта. Несколько простых и эффективных упражнений, если выполнять их регулярно, помогут стать внимательным, улучшат память и научат логически мыслить. В этой книге издательства AB Publishing доступно рассказано, как становиться умнее с каждым днем. Введение Принято считать, что интеллектуальные способности каждого человека, его тип мышления и склад ума, например, математика-аналитический или образно-гуманитарный, заложены самой природой. И впоследствии могут лишь незначительно корректироваться воспитанием и направленным развитием, которые эффективны в основном в детском возрасте. То есть интеллект взрослого человека определяется и формируется только в самом начале его жизни. Поэтому многие считают, что интеллект формируется раз и навсегда, а значит его невозможно развить или натренировать. А раз улучшить показатели интеллекта невозможно, то не стоит и пытаться. Во многом такой подход верен, однако он не полностью соответствует истине. Вне всякого сомнения никакие тренировки не помогут каждому человеку стать гением уровня Моцарта или Эйнштейна, поскольку для гениальности важно уникальное сочетание генетических предпосылок, правильного воспитания, подходящих социальных условий и нужного развития природных способностей. Но каждому человеку под силу значительно развить собственный интеллект в любом возрасте, даже если индивидуальные способности не получили нужного толчка в детстве или не были даны от самого рождения. Каждому из нас дано достичь весьма высокого уровня интеллектуальных способностей. Нужно только постараться и приложить усилия, чтобы получить заметный результат. Существует и еще одно заблуждение об умственных способностях. Оно относится в большей степени к тем, чьи интеллектуальные качества в той или иной степени были развиты, а также к тем, кого принято считать и называть одаренными людьми. Как правило, развитыми бывают только несколько способностей, например, математическое мышление и память или умение разбираться в людях и художественный талант. При этом остальные свойства остаются неохваченными, и люди не стремятся заниматься их формированием и укреплением. Однако, каким бы талантливым специалистом ни был человек в своей области, это не значит, что он находится на пике своего умственного развития. Наверняка вам в жизни уже встречались люди, которые обладают большими познаниями в области гуманитарных наук. Легко и быстро умеют охватить мыслью главную идею какой-нибудь сложной научной концепции. Но испытывают огромные трудности, когда им приходится пересчитать мелочь в магазине. А некоторые, наоборот, невероятно быстро справляются с математическими задачами, но способны растеряться, когда речь заходит об оценке простых жизненных ситуаций или о характеристике поведения других людей. Интеллект требует гармоничного и полноценного развития. Несбалансированное развитие ума чем-то напоминает неравномерную тренировку мышц. Работать только над совершенствованием одной способности. Все равно, что записаться в тренажерный зал и заниматься развитием только мышц рук. Отличная спортивная форма требует сбалансированной нагрузки для каждой из групп мышц во всем теле. А чтобы этого добиться, необходимо знать, что именно и в каком порядке тренировать. На свете не существует волшебного тренажера или таблетки, которые могли бы за неделю сделать из офисного работника олимпийского чемпиона. Интеллект тоже невозможно улучшить быстро и просто, повторив пару раз одно упражнение. Однако почти каждому человеку... Сампел complete. Ready to continue?